Знаете, есть такие всякие, они говорят про энергии, там про то, про сё, про пятое, про десятое. На самом деле, харизматичный человек, конечно, он обладает большим уровнем психической активности. То есть представить себе вялого, унылого, значит, не буду говорить что, харизматичным сложно. Поэтому первая составляющая — это, конечно, наличие этой внутренней такой стеничности, то, что называется, стержнем и так далее. Вторая составляющая харизмы — это, конечно, оригинальность. Не может быть харизматичным человеком, который не производит из себя что-то оригинальное. Конечно, это может быть слишком экстравагантно, тогда это уже какая-то пошлость. Но если у человека есть харизма, то он, конечно, будет вас как-то чуть-чуть задевать. Вот оригинальность она задевает. Это реакция правого полушария нашего мозга на новизну. И третья составляющая харизмы — это, конечно, набор... Я про 10 тысяч часов часто рассказываю про это правило. Человек должен пропахать что-то, потратить силы, время жизни на освоение какой-то сферы знаний, каких-то умений и так далее. И если это у него есть, и он со стержнем, и он оригинален, ну, он вполне может считаться харизматичным, мне кажется.